Приветствую вас. Первое, что хотел бы вам сказать, это то, что если эта проблема не ваша лично, а проблема сестры, то было бы очень правильно, если бы именно сестра сама задала этот вопрос. Давайте еще раз пройдемся по тому, что вы спрашиваете. Значит, есть ситуация. Ребенок довольно взрослый уже, подросток, да, 17 лет девочке. Есть мама, которая 37 лет. Разводе уже 10 лет. Ну, в принципе, с развода прошло довольно много времени. И, в общем-то, наверное, нельзя говорить, что вся эта ситуация с разводем, с бывшим мужем, да, держит женщину. Соответственно, имеет право, ну, сестра ваша на свою личную жизнь иметь. Полное право имеет на личную жизнь и право. Имеет. Полное право. И дождь, идождь steamed. Имеет право, дочь на то, чтобы, ну, жить вот, так как ей хочется, так как ее устраивает, так как ей нравится. И так далее Да, имеется Потому что Она уже большая И как Подросток Как подросток У нее, конечно же Есть привязка Привязка К тому Социальному Ну, социальной группе К той социальной группе В которой она Сейчас Это в целом Ее объективное Объективное желание Объективная потребность Да И так далее С этим вроде бы Решили Что мы имеем? Мы имеем По сути дела Двух людей Каждый из которых Каждый из которых Из которых Из которых Обладает Своими желаниями Своими попрельницами И Каждый из которых Имеет право На их удовлетворительство И вот здесь Родителю Нужно понять Что в жизни Не бывает Такого Чтобы И То получить И другое В жизни И не уезжает Она Теряет Своё Счастье Как Наверное Ну Наверное Понятно Наверное Вы понимаете Она Теряет Своё Счастье Женское Она Предстаёт Быть Счастливой То есть Она Вообще Несчастлива Будет И Являясь Несчастной Она Естественно Скорее всего Будет Транслировать Это Своё Состояние Кому? Своему Ребёнку Правильно Она Будет Транслировать Это состояние Своему Ребёнку И В итоге Ребёнок Мало того Что Будет Чувствовать Вину За то Что Вот Не Поволил Не Поволил Матери Быть Счастливой Да Так И всё Он Будет Получать От Нё От Матери Он Будет Получать Заряд Негатива Именно По этой Причине По причине Того Что Ну По причине Того Что Мать Транслировать Это Будет Ему Если Мама Уедет То Ребёнок Брошен Не Остан Она Девочка Будет Отцом Который Если Готов Её Принять То Если Он Любит Её Если Всё В Порядке Он Смотрит Быть Для Нё Хорошим Родителям А Мать Знаете Даже Если У Ребёнка Будет Обида На Мать То Эта Обида Она Будет Недолговечной И Она Пройдёт Со Временем Потому Что Во-первых Ребёнок Сам Предложил Мам Маме Это Сделать И Являясь Подростком Он уже Готов Принимать Такие Решения Я Даже Больше Скажу Он Хочет Принимать Такие Решения Он Имеет Право Принимать Такие Решения Ребёнок Метод И Соответственно Да Может быть Будет Обидно Иногда Местами Будет Обидно Ребёнку Но Он уже Взрослый Может 14 лет В обросток И Как бы Чтобы Он не Чувствовал Но Вырвать Его Из Среды Который Он сейчас Живёт С точки Врения Психологии Детской Психологии Куда Хуже Куда Более Фатальнее Тяжелее Тяжелее Неприятнее И Травматичнее Для Ребёнка Чем Переживание О Маме Которая В общем-то Ну С которой Добровольно Договорились На Такое Вот Решение Это Сложный Вопрос Я Вам Сразу Говорю Это Сложный Вопрос У Этого Вопроса Нет Однозначного Решения Потому Что Любое Решение Приведёт К Негативу У Этого Вопроса Нет А 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 Естественно, но выбирать нужно из меньших зол, и в данном случае меньшее зло – это именно то, что причиняет меньше вреда ребенку. Потому что ребенок, даже если будет обижаться на родителя, даже если будет переживать – это пройдет. А если родитель останется с ребенком, то чувство вины, которое у него будет, у ребенка, и нереализованность у родителя – куда более серьезное действие окажется. Я думаю, именно так можно ответить на вопрос вашей сестры или вас самой. В идеале было бы поговорить с человеком, чтобы он, человек, ввел бы в курс дела. Поделился бы своими переживаниями, своими деталями какой-то ситуации и так далее. А не так вот, что решение принять она сама не будет, женщина, и как бы спрашивать советы у других, а вот как быть, как быть. Но мы психологи, понимаете, мы психологи, мы не решаем вопрос такой, как поступать, мы помогаем лучше понять себя. Если вашей сестре, если вашей сестре наружу благосостояние дочери, она удовлетворит ее просьбу. Потому что так поступает родитель, так поступает взрослый. Если ваша сестра руководствуется своими желаниями и хочет, чтобы ей было хорошо, сама не удовлетворит просьбу дочери. И либо не поедет сама, либо заберет дочь. Вот и все. И какой бы вариант ни был выбран, это выбор человека. Это выбор человека. И делая этот выбор, человек не поступает правильно или неправильно, хуже или лучше. Человек поступает так, как он поступает. То есть сделав однажды выбор. Решив, что лично для вас важнее, поступите так, как считаете важнее. Но поступив, никогда не оборачивайтесь назад. Никогда не оглядывайтесь назад. Поступили, приняли решение, действуйте. Иначе всю жизнь рискуете привести в негативе, в каком-то неврозе, в вине, в чувстве вины и так далее. Я думаю так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.